Когда финансируемые промышленностью исследования утверждают, что их продукция является нейтральной или даже полезной для здоровья, вы всегда должны задавать вопрос, в сравнении с чем? Является ли сыр здоровым продуктом? В сравнении с чем? Если вы делаете бутерброд, сыр, вероятно, будет здоровым выбором в сравнении с баллонской колбасой. Но в сравнении с арахисовым маслом? Конечно, нет. На это указал Уолт Уиллет, бывший руководитель кафедры питания в Гарварде. Выводы, что молочные продукты нейтральны, могут ввести в заблуждение, поскольку это может быть неверно истолковано, якобы повышение потребления молочных продуктов не повлияет на сердечно-сосудистые заболевания или смертность. Нужно учитывать то, что последствия для здоровья при увеличении или снижении потребления молочных продуктов могут зависеть в большой степени от конкретных продуктов, которыми заменяются молочные продукты. К примеру, что вы добавите в салат? Сыр был бы здоровым вариантом в сравнении с беконом, но не в сравнении с орехами, потому что исследования показывают обратную связь потребления орехов или растительных белков с риском ишемической болезни сердца и диабета второго типа. А вот потребление красного мяса, например, было связано с повышением риска. Таким образом, разумно предположить, что в силу отсутствия связи с молочными продуктами, эти продукты могли бы находиться где-то посередине на шкале полезности, но они точно не являются оптимальным источником энергии или белков. В целом, имеющиеся свидетельства поддерживают политику ограничения производства молочных продуктов и побуждают к производству более здоровых источников белков и жиров. Он не просто рассуждал. Это основано на трех известных гарвардских исследованиях, в которых участвовали сотни тысяч мужчин и женщин с более чем пятью миллионами человека лет наблюдений. Это было первое крупномасштабное перспективное исследование, которое сравнивало потребление молочного жира с потреблением других видов жиров в отношении риска инфарктов и инсультов. Замена 100 калорий жира в виде сыра, сотни калорий жира в виде арахисового масла ежедневно может снизить риск на величину до 24%, тогда как замена другими животными жирами может ухудшить ситуацию. Вот такой расклад для болезней сердца. Замена молочного жира на растительное масло связана с уменьшением риска заболевания, тогда как замена молочных продуктов мясом увеличивает риск. Калории из молочных жиров могут быть такими же вредными или даже хуже, чем сахар. Самый низкий риск подразумевает замену на цельную растительную пищу, такую как цельнозерновые. Да, молочные продукты являются основным источником насыщенных жиров в рационе, что сделало их одной из основных причин сердечных болезней, убийцы номер один мужчин и женщин. Но молочная промышленность любит спорить, что есть и другие компоненты молочных продуктов, такие как побочные продукты ферментации в сыре, которые могут противодействовать насыщенным жирам. Это все является частью компании и молочной промышленности по нейтрализации негативного образа молочного жира среди органов надзора и медицинских работников. Если вам кажется знакомой организацией Global Dairy Platform, то это они были одним из спонсоров исследования нейтральности молочных продуктов, вбросив эту идею о веществах, которые противодействуют молочным жирам. На что американская ассоциация сердца ответила, что никакая информация из контролируемых исследований не поддерживает утверждение, что ферментации добавляют полезные питательные вещества в сыр, которые каким-то образом противодействуют вредному воздействию насыщенных жиров. Нам нужно сократить потребление молочных продуктов, мяса, кокосового масла, независимо от того, что говорят соответствующие отрасли промышленности. На самом деле, именно по этой причине американская ассоциация сердца посчитала необходимым выпустить этот специальный выпуск президентского совета в 2017 году. Они хотели разрешить вопрос о том, почему правильно проведенные научные исследования в большинстве своем поддерживают ограничение насыщенных жиров в рационе. Продолжение следует...